Дорога добрых дел 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 Поэтому вот мы посидели, Жанна Игоревна, и подумали, что бы нам такое сделать, какие бы нам сделать конфеты, чтобы они были вкусные и полезные. Вот Жанна нам расскажет, как ей в голову пришла вот такая замечательная идея. Почему конфеты? Как родилась идея проведения мастер-класса? Ну, вы знаете, то есть в каждом доме есть дети, которые любят вкусное, сладкое, и хотелось бы сделать это еще и полезно. В каждом доме есть определенный набор продуктов, которые в холодильнике, в кладовках, в шкафчиках имеются. И мы решили все это смешать, то есть и сделать. Какие ингредиенты были выбраны, что пошло в основу конфет? И я хочу подчеркнуть, что это конфеты ручной работы, то есть тут, наверное, смысл весь был, да, правильно, Ирина Анатольевна? Ну, конечно. И детей подключить к этому процессу, и родителей подключить, и показать им, как можно из обычных продуктов приготовить вот такие вкусные и полезные конфеты. В составе сыр, какой есть дома, да, то есть там можно разные, можно сделать орешки добавить, черносливы, вот все сухофрукты практически можно смешивать. Какао, дети любят какао, то есть это можно обвалять в какао. Кокосовая стружка, и это же еще так же с детьми можно время провести. Им интересен, увлекательен этот процесс. Когда вы проводили мастер-класс, что вы видели, какой отклик от детей, насколько они быстро включились в этот процесс, насколько действительно им было это интересно? Мы моментально включились в процессы. Не могли остановить, да. Да, 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 еще, еще, да, то есть мы не успевали замешивать массу для них. Давайте я предлагаю посмотреть сюжет, как это было. Напомним нашим телезрителям, как проходили мастер-классы по изготовлению конфеты ручной работы в рамках проекта «Дорога добрых дел». Свежий воздух, спорт и правильное питание – залог здоровья. Для детей из многодетных семей этот день начался активно. Мы также играем с детьми, то есть мы приходим на площадки, сами играем, если есть дети, мы никогда не откажем им в играх, то есть мы поддержим их и будем с ними проводить время. Скакалки, мечи, веселые старты. Студенты финансового колледжа поддержали партийный проект «Здоровая семья». Играли, как дети с ребятами на улице, а на обед конфеты, да непростые. В связи со сложными жизненными обстоятельствами, в связи с пандемией, которая пришла к нам в последнее время, люди у нас очень озаботились вопросами здоровья. И вот в рамках партийного проекта «Здоровая семья» мы решили организовать для наших деток мастер-класс. Мастер-класс, на котором мы объясним деткам, что вот у нас здоровье зависит от нашего правильного питания, да, и мы постараемся объяснить нашим деткам, что здоровая пища может быть вкусной. Вооружились перчатками, досками для раскатывания. Из специально подготовленной массы ребята формируют шарики и посыпают их какао. Все продукты в таких конфетах исключительно полезные и натуральные. Здесь составляющие – это сыр чеддер, фисташка, орех и пелькишный шоколад. Все это перемолото, вот оно застыло, и, соответственно, потому что шоколад плавится перед этим, да, то есть и потом вот она застывает, вот уже готовая масса. К полезным продуктам добавили свое старание. Ребята придумали название каждому вкусному творению. А вот это называется свайдва, вот кажется, вы видите, где такое? Да. Мастер, как вам, нравятся конфетки? Очень, очень красиво. Ребята сделали натуральные конфеты двух видов – фисташковые и с грецким орехом. Угостили нас, сейчас мы попробуем. Ммм, неописуемо вкусно. Конфеты буквально тают во рту. Партийные проекты регулярно поддерживает хинкальная. А магазин грузинских продуктов подготовил пакеты многодетным семьям с экологически чистыми фруктами и полезными сладостями, ароматным чаем и орехами. Их вручил заместитель председателя общественной палаты округа Леонас Крэкжде. Он поздравил ребят с кулинарным дебютом. Ирина Анатольевна, замечательный получился праздник. Какой вот отклик вы получили от многодетных в этот раз? Потому что все-таки вот именно такого формата еще не было. Мария, ну отклик был замечательный. И все звонили, благодарили, писали, благодарили. Во-первых, это было интересно. Детей не могли остановить, они вот лепили. Там была своя фантазия. Вот мы с вами смотрели сюжеты. Дети всем своим вот этим вот набором... Охуду пробовали все. Все. Я сейчас расскажу. Значит, они всем своим конфетам дали название. Мне так понравился один мальчишка, который сделал предложение девочке. И у него вот эти вот конфеты назывались свадебные. Он их в виде колечек сформировал эти конфетки. Это было замечательно. Это вот наши были первые конфеты из сыра, да. Потом были конфеты из сухофруктов. Вот мы проводили у одного из ритейлеров. И, в принципе, это была идея ритейлера, да, что делать конфеты можно из кураги, там, из чернослива, из орешек. Вот на этом мастер-классе у нас детей было 48 человек. 48. И все эти дети вот были, ну, такие вот чумазики-чумазики, потому что они ели, это было вкусно, ели родители, ели представители, ели организаторы, все наелись. Это было даже вот для детей выкладывали сладости, но сладости их не интересовали. Они ели то, что они сделали сами. Это все натуральное, понимаете, Мария? Оно все вот курага, чернослив, орешки смешали, в какао обваляли. Ну, что здесь ненатурального? Это натуральные сладости. Сладости для детей без добавления консервантов. Это, в общем-то, полезно. Но помимо праздника, который подготовили вы и ваша команда, многодетные семьи, ветераны получили продуктовые наборы. И в этот раз к их формированию тоже подошли с особой тщательностью. Да, Мария. Поскольку мы вот запустили эту акцию «Здоровые дети, здоровая страна», то вот начиная буквально с нашего первого организатора, да, вот мы проводили там в кинкальной, потом мы проводили у одного ритейлера, у другого, и все нам в продуктовые пакеты клали такие продукты, которые соответствуют определенным стандартам качества. Вот в первом варианте это вообще были натуральные продукты, которые привезли там из Грузии, да, то есть это варенье было домашнее. Ну, вот такие вот замечательные вещи. Вот поэтому у нас получилось сколько? Вот пять мероприятий, да, и подарки были, и мастер-классы. А в крайний раз, когда уже Роспотребнадзор нам не позволил, к сожалению, провести мастер-класс, мы просто провели такое спортивное мероприятие. Там был и батут, там был и дартс, там был и пинг-понг. И тоже для детей был вот такой вот замечательный праздник. И настроение нам поднимает, и многодетный такой вот заряд, да. Там были не только многодетные, но, в общем-то, семьи с детками. Я считаю, что это вот замечательные праздники. И я, если вы мне позволите, да, хотела бы поблагодарить всех, кто участвовал в этой акции, да, всех наших помощников. Поблагодарить вас, прессу, потому что, ну, пресса освещает эти мероприятия для того, чтобы люди об этом знали. О том, что можно делать вот такие вот полезные конфеты, да. Можно к этому приучать детей с детства. И дети будут наши здоровые и счастливые. Ирина Анатольевна, предлагаю посмотреть сюжет о том, как проходил спортивный праздник для детей. Давайте посмотрим. Это действительно очень интересно. Давайте курицу, давайте молочко, масло, яйца и вот у нас средства, да. В одном из Одинцовских гипермаркетов представители благотворительного фонда «Счастье жизни» и администрации округа формируют подарки для многодетных семей. Выбирают полезные и нужные продукты. А для детей собирают пакеты со сладостями – вафлями, печеньем, мармеладом, зефиром и леденцами на палочках. Ой, какие у нас замечательные подарки, девчонки, получились. Отличные подарки. Я думаю, что детки все будут очень-очень рады. Шесть полных тележек с продуктовыми наборами сотрудники магазина вместе с организаторами везут к шатру с садовыми качелями и дачным спортинвентарем. В нем уютно расположились те, кому предназначены собранные подарки – многодетные семьи округа. Под веселые детские песни ребята с удовольствием играли с воздушными шарами, прыгали на батуте, учились игре в пинг-понг и рисовали забавных котов. А родители охотно приняли участие в шоу мыльных пузырей. Так получилось в этом году, что у нас с вами весь июнь – это сплошной детский праздник, потому что в этом году у нас очень много помощников, которые нам помогают, которые хотят присоединиться к нашей программе. Здоровые детки, здоровая страна, дорогой добрых дел у нас сегодня очень много помощников. И вот сегодня наш очередной помощник нам собрал подарочки. Получив продуктовые подарки, семьи не спешили расходиться. Дети с удовольствием продолжили играть и пускать мыльные пузыри. Праздничным настроением были обеспечены все. Ирина Анатольевна, хотелось бы, чтобы вы рассказали о той команде людей, которые помогают вам в организации таких мероприятий. Мария, ну, во-первых, это администрация Одинцовского городского округа. И, знаете, я хотела бы сказать одну вещь, если вы мне позволите. Вот, вот, вещь такого порядка. Люди, кто-то радуется, да, кто-то там выражает какие-то претензии, мы всегда все чем-то недовольны. Но по жизни получается так, что начни с себя, да, все начинается с каждого отдельного человека. Есть родители такие очень доброжелательные, доброжелательные родители, доброжелательные дети, родители, которые многодетные мамочки такие у нас, стройные, спортивные, красивые, которые во всем участвуют и всячески вот помогают нам, фонду, да, и администрации, в том числе вот в организации этих же самых мероприятий. Есть те, которые чем-то недоволен, понимаете, вот из тех, которым вот как бы все что-то должны, ну, Господь с ними, да, это их право. Но, в общем-то, воспитание детей тоже начинается с примера родителей. Относительно вот нашего округа хочу сказать, что у нас очень удачно всегда стартует вся социальная сфера. Вот вы заметили, вот мы с вами постоянно, да, говорим по проекту «Защитим старшее поколение от мошенников», мы говорим о мошенниках, ведь этот проект вышел на федеральный уровень, а вышел он именно из Одинцовского округа, потом из Московской области, потом вот я уже ездила по стране с этим проектом. То есть у нас здесь, в принципе, хорошая атмосфера. А начинался он с того, что мы с главой округа поговорили один раз и запустили, вот понимаете, с нашей легкой руки вот этот проект. Поэтому я считаю, что у нас здесь хорошая атмосфера, социальная, да, социальная направленность, в общем-то, она присутствует. Она присутствует и это выражается в том, что наши проекты, да, имеют свое продолжение. Поэтому я хочу поблагодарить и администрацию, хочу поблагодарить все семьи, которые участвовали, хочу поблагодарить, естественно, вас, потому что вы освещаете пресса, телевидение, вы освещаете эти проекты, о них узнают дальше и дальше. Вот так мы все и развиваемся. И будем надеяться, Мария, что вот этот наш с вами проект, да, здоровые дети, здоровая страна, в следующем году, когда мы с вами встретимся, он уже у нас выйдет за пределы не только Московской области, но и пойдет по всей стране. Ну, это прекрасный проект, который можно масштабировать в рамках любого города, в рамках любого региона и делать это успешно. Главное, чтобы была такая же команда единомышленников, да, потому что, безусловно, один в поле не воин. И мы все это прекрасно понимаем, очень сложно организовать все самому. Но должна быть идея, а вот как ее развить? Самое интересное, что она очень простая, эта идея, согласны? Она очень простая, вот эти вот здоровые продукты, это очень простая идея. Но действительно, вот здесь как-то у нас собралась очень хорошая команда единомышленников. И администрация, и фонд, и пресса, и, естественно, наши помощники, наши ритейлеры, которые помогали нам в этот раз. И вся наша большая семья, и многодетные, и семьи с детками. Я вас всех люблю, и спасибо вам большое. Ирина Анатольевна, Жанна, безусловно, сейчас снова ограничительные меры, снова есть ряд моментов, но, тем не менее, будут ли продолжены подобные мастер-классы и такие мероприятия? Потому что я так понимаю, что, конечно же, ажиотаж произведен большой, и все с нетерпением ждут, именно те, кто еще не успел попасть на ваши мастер-классы. Жанна? Я надеюсь, что все у нас получится, да, то есть, как бы, всем, все примут участие, все желающие. Но они действительно в ожидании, согласись, да, когда, к сожалению, вот отменили мастер-класс, который был номер три, номер три в помещении одного из ритейлеров, нам пришлось выходить на улицу со спортивными соревнованиями, были и письма, и звонки, а что нам делать? То есть, родители уже отпросились с работы, они уже были готовы, потому что пошли рассказы, да, от тех, кто участвовал в предыдущих мастер-классах, как это вкусно, здорово и весело. Естественно, Мария, как только нам позволит наш уважаемый Роспотребнадзор, да, как только немножечко ослабят карантинные меры, а мы их с вами должны соблюдать, потому что болеть бесконечно невозможно. Вот как только немножечко их ослабят, наша программа продолжится. Так что мы с вами еще увидимся на мероприятиях. Я очень на это надеюсь. Спасибо вам за интересную беседу, желаем дальнейшего развития. Спасибо вам. Спасибо. Вы смотрели программу «Специальное интервью», оставайтесь на нашем канале. До свидания.